В Восточном Казахстане стартовал пожароопасный период. Резко увеличилось возгорание травы. Всего в регионе за сутки выезд на тушение травы составляет порядка 10-20 случаев. Чтобы стабилизировать обстановку и разъяснить населению правила пожарной безопасности, специалисты ДЧС ВКО и Управление по ЧС города Усть-Каменогорска организовали профилактический рейд по данным участкам, где загорание происходит чаще всего от костров и палов травы. В ходе рейда по садоводческим обществам дачникам разъяснили, как должна обеспечиваться безопасность на участках и ответственность за допущенные нарушения. Дачным жителям были разъяснены следующие требования – сжигание сухой травы, требования правил пожарной безопасности. То есть необходимо соблюдать расстояние от строения 50 метров специальной тари, иметь емкость с водой, либо огнетушитель. Многие дачники ухаживают за своим участком и отлично знают меры безопасности. Во-первых, мы сухую траву не разводим, аккуратно ухаживаем за своим участком. Если что-то остается, высушиваем на земле и потихонечку в бочке сжигаем, под присмотром не бросаем. И вода, что в ведро рядом стояла, и когда ветра нет. На участке у меня всегда вода находится, бочка воды наполнена всегда. Лопата, грабли в определенном месте. Я знаю, что если что-то случится, я уже не бегу куда-то, а знаю в одно место. А все, что сухое, сушняк складываем в одну кучу, потом в бочке сжигаем под присмотром. Специалисты также отмечают, что чаще всего среди пожаров, которые происходят на дачах, становится неосторожное обращение с огнем. Чаще всего открытый огонь оставляют без присмотра, после чего возгорается сухая трава и огонь распространяется по всей территории. В случае, если они нарушают требования пожарной безопасности, предусмотрена административная ответственность согласно Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Действует у нас статья 336, по которой за несоблюдение предусмотрен штраф, и статья 410, которая влечет за собой предупреждение либо штраф. ДЧС ВКО напоминает, в пожароопасный период территории населенных пунктов, организации, дачных обществ необходимо очищать от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы. Особое внимание также уделить безопасному отдыху на природе. Примерно 90% таких пожаров происходят по вине человека. Лила Сембекова, Алтех Парат.